Верховная Рада Украины уволила сегодня еще ряд членов правительства. Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел. Виталия Коваля с поста главы фонда госимущества. Ирину Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Накануне уволили еще четырех чиновников. Подробнее перестановки в украинском Кабмине и их последствия обсудим с консультантом Комитета Верховной Рады по обороне, экспертом Украинского института будущего Иваном Ступаком. Иван, добрый вечер. Здравствуйте, спасибо за предложение. Мы, как всегда, вас рады видеть в эфире Молдовая-1. Спасибо за ваше включение. Итак, целый ряд министров и глав учреждений отправлены в отставку. Для одних это рокировка, ну, по крайней мере, по данным некоторых украинских СМИ. Допустим, вот смена портфеля, вот в случае с Степанишиной. Вот есть инсайды, что ее могут переназначить и добавить в ее подчинение еще и Министерство юстиции. Но для кого-то это все-таки увольнение. Вот поясните нам, к чему такая встряска именно сейчас, когда в стране идут интенсивные военные действия? Смотрите, единственное пояснение единого, которое циркулиет в украинском обществе, нет. Есть разные точки зрения, но больше склоняются к тому, что это попытка как-то канализировать, ну, направить в русло социальное недовольство, которое есть. Ну, смотрите, у нас пять лет действующая власть, президент, правительство находится у власти. Выборы должны были произойти в этом году, но в силу обстоятельств, в силу войны, российского вторжения, мы не можем провести выборы. Действительно, есть какая-то усталость населения, и поэтому такие определенные рокировки, они призваны, скорее всего, как-то облегчить положение, сказать, что, ну да, у нас выборов нет, но мы вот меняем одних руководителей, других, даем какую-то свежую кровь, возможно, будет какой-то свежий импульс, свежие идеи. Никто не знает, действительно ли будет на самом деле, но, по крайней мере, вот такая вот мысль есть. Вы правильно абсолютно сказали, что некоторые уйдут в небытие у руководителя, некоторые получат новые портфели, например, одна из вице-премьерок, она будет назначена в Офис Президента Украины и будет заместителем руководителя Офиса Президента по социальной работе и так далее, и так далее, и так далее. К господину Кулебе номинируется должность посла в Брюсселе. То есть вроде как бы и без работы не остался, но и не на первых ролях. Поэтому определенные рокировки действительно есть, возможно, даже не последние. Давайте про Кулебу подробнее, отдельно поговорим. Известно, что его место уже занял его первый зам Андрей Сибага. И вот украинские СМИ пишут, что Зеленский снял Кулебу, потому что ему не хватало энергии для продвижения, предоставления оружия среди партнеров. The Telegraph пишет, что причиной отставки могло стать то, что ему не удалось убедить союзников предоставить разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Вот какая задача теперь стоит перед кадровым дипломатом Сибигой? Вот, видимо, та же. И вообще, как вы думаете, есть ли предпосылки считать, что он добьется большого успеха? Да, есть такие разговоры о том, что господин Кулебу был снял в своей должности, потому что не справился с задачей выбить как можно больше западного вооружения для Украины, выбить разрешение на удары дальнобойным западным оружием по территории Российской Федерации в границе 1991 года. То есть такая мысль есть. И вот сейчас, скорее всего, на нового министра будет возложена та же самая обязанность. Он точно так же должен будет выбивать. Но смотрите, еще раз. Министр иностранных дел – это про коммуникацию, это общение, это налаживание связей. Но у него нет функционали выбивания вооружений для вооруженных сил Украины. То есть это уже коммуникации высшего уровня. Это президент один на один общается с президентом Украины, с президентом США, или с премьер-министром любой другой страны, или с канцлером. Другой страны. И общаются на эту тему. Вы должны понимать еще, что у господина Кулебы, к сожалению, ему обрезали крылья в полете. И он не мог руководить своим министерством. У него было только, по большому счету, в лучшем случае половина ведомства. В худшем – одна треть. Это что, имею в виду? Страны глобального юга. Это тем, чем он занимался. Страны Западной Европы плюс США. Забрал на себя офис президента и самостоятельно ввел политику. Мы видели массу встреч сотрудников офиса президента с представителями Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии. А господин Кулебы оставался немножко неудел. Вот еще политика издания пишет, что сейчас Владимир Зеленский сталкивается с огромной негативной реакцией из-за перестановок в кабинете министров, и которые вызывают обвинения в захвате власти. Вот оппозиция, в частности, его обвиняет в том, что он назначает людей из круга близких. Как вы думаете, похоже ли это на политический кризис? Ну, смотрите, кризис, конечно, он есть. Еще раз, поясню, в каком виде. У нас идет война уже почти три года. У нас не происходят выборы. Мы несем потери в людях. Это нужно признавать. Мы теряем людей как на фронте в виде погибших. Мы теряем как пропавших без вести, как раненых. Люди уезжают из страны, потому что обстрелы регулярные каждую ночь. Вот я говорю, в последнюю неделю у меня дома высыпается только соль. Вот, если вот так уже утрировать совсем, каждую ночь сигналы воздушной тревоги. Сегодня это уже было 9 часов. 9 часов у нас были обстрелы, беспилотники летали, ракеты. Это, конечно, вынуждает людей уезжать, поэтому накапливается усталость от всего, от непонимания, сколько это будет происходить. Я не говорю, что украинский народ сдался, что все пропало. Но есть усталость. Нет, конечно, того единения, которое было в первые месяцы войны, но и до пораженческих настроений тоже еще очень-очень далеко. Этого на горизонте не видно, но, опять же, накопленная усталость, она чувствуется. Ну, Иван, вот говоря, кстати, о реальности, в которой сейчас все это происходит, перестановки-то они проходят на фоне подготовки еще к тяжелой зиме и нехватке электроэнергии. Вот как эти новые назначения помогут справиться с энергокризисом? Ну, смотрите, эти люди все равно, что Минюст, Министерство иностранных дел, они как бы напрямую не влияют на подготовку к отопительному сезону. Ну, например, окей, если мы говорим за МИД, то это, возможно, какие-то переговоры по, там, условно, способствовать, чтобы наши компании энергетически могли более тесно общаться с западными энергетическими компаниями, получить, я не говорю бесплатно, в аренду, в лизинг, в расстрочку, какое-то энергетическое оборудование, которое можно быстро привезти в Украину, смонтировать, и оно будет помогать нам проходить тяжелый отопительный сезон. Вот в таком виде действительно могут помочь. Но по факту все зависит от нас, и мы должны больше вкладывать усилий, а не просто просить у западных стран, дайте нам, дайте. Купить, одолжить, в аренду, но не просто так взять. — Иван, еще один вопрос есть к вам. Ожидается, что Владимир Зеленский завтра отправится в Германию, где примут участие в заседании в формате «Рамштайн», и Доршпигель пишет, что он лично намерен просить союзников о дальнейших поставках оружия, в первую очередь, конечно, речь тут о ракетах большой дальности и дополнительных системах ПВО. Вот какие есть ожидания от этой встречи? — Смотрите, да, такие ожидания есть, что попросят ракеты, разрешение попросят, конечно. Чтобы вы понимали, наша делегация и министр обороны, и глава Офиса президента, они ездили в Соединенные Штаты, передавали список целей на согласование, чтобы можно было бить вглубь территории Российской Федерации. Список целей почему? Потому что просто так разрешение нам не дают. Очень боятся эскалации, боятся осложнений. А вот когда список целей, можно его уже вот это уберите, вот это оставьте, вот это на следующий раз. То есть уже можно хоть о чем-то говорить. Но все упирается в политическую целесообразность. Многие страны, я вижу, они устают от этой войны, потому что они спонсируют своими деньгами. Но это видно, да. Риторика остается, что мы с вами до конца, но видна усталость. И второе — это физическое отсутствие этого вооружения вообще на складах. Его нужно произвести. А произвести оружие — это может быть от двух-трех месяцев до полугода, года или полутора лет. Я поняла. Иван, благодарю вас. Спасибо огромное вам за беседу. Всего доброго. Будем на связи. И обязательно следим завтра за Рамштайном. Договорились. Я напомню, для зрителей у нас на связи был Иван Ступак, эксперт Украинского института будущего, с которым мы поговорили о перестановках в украинском правительстве и не только. Идем дальше.